на ремонте вот такой монитор lg flattron ips 225 хороший монитор будет видно значит проблема в том что он перестал включаться иногда включается то есть запускается компьютер а он моргает просто синенькая должна загореться и должен показать экран он так и остается моргать при если раз 15 включать компьютер он может схватить и включиться а может не включиться то есть но как то так если он уже включился и его не выключать то он работает и сутки и вторые и можно так пользоваться но если выключился по-моему запустить его сложно будем разбирать смотреть чем проблема для того чтобы разобрать нужно отключить вот тут два винта ножка отключается и потом она по всей длине на клипсах нужно отщелкивать клипсы сейчас все покажу нужно завести в щель и вот таким прижимаем и отстегиваем по всему периметру зажимаем отстегиваем принципе жестко но крепко стоит именно поэтому он совсем без винтов стоит крепко чем-то таким плотным у меня получается только ножом завести вы все собственно таким образом крышку снимаем теперь у нас сначала нужно поддеть вот так вытаскивается разъем сейчас покажу разъем значит здесь от цепляем планку вытаскиваем здесь нажимаем на фиксатор сверху и вытаскиваем выходит плотно очень смогу ли вам показать чтобы было видно тоже надо чем-то поддеть сама не выходит нажимаем на клипсу и вытаскиваем и поддеваем так я хочу продолжить не получается тот разъем снять нужно двигать но двигать не получается из-за вот еще шлейфа 1 здесь тоже мы планку открываем и этот вынимается и тогда можем уже безопасно двигать он все равно снимается значит вот этот фиксатор нужно сильнее сильно нажать и он тогда выходит из-за цепления и потихонечку расшатываем разъем и выводим его с одной стороны с другой и он потихонечку подастся куда ему деваться но он крепкий перерезать какой-то провод очень вредный но мы его все равно победим очень плотный а все равно вытащился и хорошо значит смотрим дальше смотрим дальше что у нас здесь у нас здесь как бы визуально все нормально а здесь все элементы с той стороны нужно отсоединить еще вот этот разъем не такой плотный снимается и откручиваем 4 винта для того чтобы снять эту плату теперь вынимаем плату единственное что вот тут вот этот разъем у меня упирается вот вот эту планочку ее как-то немножко так подогнуть и все собственно проблем нет вынимается плата полностью с одной стороны с другой подталкиваем и вынимаем ну вот и теперь рассматриваем что у нас и так я вытащил плату ну и все стало на месте то он то включается то не включается вот по этой причине здесь вздутые три конденсатора причем по питанию видимо в какой-то момент при нагреве они еще там чего-то выдают конденсаторы 1000 микрофарад на 10 вольт не знаю вам видно что они вздутые или нет ну вот эти три вздутых тут есть еще но другой номинал нормальная эти вздутые под замену ну и посмотрим чем все закончится я нашел три конденсатора 1000 микрофарад но не на 10 вольт а на 25 в принципе это будет даже лучше где взял из такой платы от какого-то телевизора выпаял для того чтобы убедиться что они в порядке у меня есть такой специальный прибор но это такая плата я ее поставил в коробочку и ср метр проверяю конденсаторы чтобы они соответствовали параметрам все ли с ними в порядке но я их уже проверю показывал просто показатель и ср 0,02 ом 0,02 ом поэтому как бы с ними все в порядке 920 микрофарад вместо 1000 там меньше 10 процентов разброс ну как бы с этим все в порядке теперь нужно выпаять метка минуса есть черная полоска главное не перепутать выпаиваю я конденсаторы большим паяльником потому что нужно прогревать хорошо плату собственно вот таким вот он такой вздутый его утиль на его место соблюдая полярность обязательно тут это очень важно вставляю другой конденсатор собственно все пропаиваю вот таким образом остальные два меняю и ставлю на место буду проверять чем все закончится ну а как проверяем тут все очень просто собираем в обратной последовательности все вставляем соединяем закручиваем и ставим проверяем